Утро на первом, мы на месте. Тринадо заработал, включили ряду тускового поезда. Изов принято, уезжаем. В ходе очередного дорожного ряда в рамках профилактического мероприятия «Безопасный город» полицейские задержали автомашину «Лексус» с транзитными номерами. 25-летний водитель управлял автомобилем без документов, объяснив, что оставил их дома. Полицейские предложили владельцу «Лексуса» проехать на штрафстоянку. Инспекторы заполнили на нарушитель административный протокол, но подписывать его он отказался. Как представитель власти, я требую, чтобы вы расписались в протоколе. Это не мое желание, а требование закона. Водитель продолжал припираться с полицейскими в течение получаса и лишь после появления нашей съемочной группы согласился проехать на штрафстоянку. По словам полицейских, водительских прав у него не было вообще, но каким-то образом молодой человек смог перегнать машину из Казаларды в Шимкент. Полицейские заключили автомашину на штрафную стоянку, а на водителя «Лексуса» составили административный протокол. Сейчас инспектор дорожно-патрульной полиции готовят материалы для передачи в суд. На смену змеям, проникавшим в домашнем кенце в жарким летом, пришли другие рептилии – ящерицы. Звонки с просьбой изловить этих присмыкающихся к спасателям стали поступать регулярно. С такой просьбой в 4 часа утра к сотрудникам департамента ПЧС за помощью обратился житель одного из микрорайонов. Ящерицу он обнаружил в кухонной раковине. Накрыл ведром, но на большее не решился. Рептилия была довольно крупного размера, и хозяин квартиры опасался, не нанесет ли она вред здоровью. Прибывшие спасатели в течение нескольких минут изловили присмыкающиеся и вывезли ее в безгодное место. А поздно вечером около 11 часов к спасателям с аналогичной просьбой обратились жители другой пятиэтажки. Эта ящерица оказалась также немалых размеров. Здесь рептилия оказалась более активной и перемещалась по всей комнате, поэтому на ее отлоз спасателям потребовалось около получаса, после чего ее также вывезли вдаль от жилых домов. Примерно в 4 часа дня сигнал о пожаре на пульт 101 поступил с улицы Аманжолова. По сообщению жителей улицы, огонь разгорелся в одном из частных домов, расположенных в районе 112-го квартала. По тревоге на место происшествия выехали две пожарные автомашины, штабной автомобиль и 10 человек из числа личного состава. По прибытию сотрудники противопожарной службы установили, что загорелась кровля в Немянке на территории частного двора. Площадь пожара составляла 9 квадратных метров. Этот район города отличается плотной застройкой, поэтому существовала вероятность распространения огня на соседние дома. Но пожарные с поставленной задачей справились. В течение 35 минут огнеборцы пламя локализовали, а еще через 40 минут огонь был полностью погашен. В этом происшествии никто не пострадал. Причины возникновения огня выясняют дознаватели Департамента внутренних дел. Очередной несчастный случай произошел на Шардаринском водохранилище в минувшие выходные. 19 сентября в 16.50 к сотрудникам оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в озере утонул 58-летний мужчина. На поиски тела погибшего выехали 6 спасателей водного отряда. Мужчину водолазы обнаружили через 45 минут недалеко от берега на глубине 4 метров и передали тело полицейским местного РУВД. Всего же в этом году в водах Южного Казахстана погибло 50 человек, из которых 26 несовершеннолетние дети. Это значительно превышает число несчастных случаев прошлого года. По этому печальному показателю Южный Казахстан занимает третье место в республике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok